Чем больше погружаюсь, тем, наверное, больше, мне кажется, что мир подводный и мир космический в них очень много общего. К подготовке космонавтов фридайлинг, наверное, имеет именно в плане физической подготовки спортсменов, спортсменов или любителей, которые, может быть, в соревнованиях не участвуют, но, тем менее, все равно находятся под водой в условиях иногда очень близких к пороговым возможностям организма. И вот эта вот готовность человека психологическая в одиночку пойти на большую глубину, не имея возможности вздохнуть откуда-то воздухом, если ты чувствуешь, что его не хватает. Психологическая готовность быть спокойным, не терять самоконтроль. С одной стороны, получать удовольствие от того, что ты находишься под водой, с другой стороны, просчитывать все до минуты, до секунды, просчитывать каждое свое действие, сохранять хладнокровность и готовность к принятию близких решений. Я думаю, что это характерно для всех видов деятельности человека, когда человек находится в условиях неестественных и в условиях полученной сложности. Это верно и для космоса, и для фридайлинга. Я думаю, что в плане психологической подготовки наверняка очень много общих приемов, которые используются и при подготовке космонавтов, и при подготовке фридайлинга. Места, которые из моей практики больше всего под водой на космос похожи, то это, конечно, Северный полюс. Вот на Северном полюсе я там был 7 раз в 7 экспедициях, и в том числе мне выпала честь быть руководителем первой экспедиции в истории человечества, когда там люди погрузились к фаламу в 99-м году в точке Северного полюса. И вот каждый раз, погружаясь под лед, а я там взял уже десятки погружений у меня в точке Северного полюса, Каждый раз это ощущение, что это космос. Необыкновенное такое величие льда, фантастически красивое. И абсолютно черная бездна, черная такая, истинно-черная, черно-синяя бездна внизу с глубиной больше трех километров. Очень прозрачная вода и абсолютно безмолвие. И понимание того, что ты маленькая песчинка в этом океане, даже не песчинка, просто так, молекула в этом огромном океане. И понимание, что жизнь твоя зависит от системы жизнеобеспечения, в которую входят и техника, и люди на поверхности, и твои собственные навыки. Очень космическое помешение. Субтитры создавал DimaTorzok